Из всех способов переживать травму, да, вот эта мысль, что надо просто очень сильно представить, что ты отправился в прошлое и поправил эту травму, да? Да, тебе хочется посмотреть фильм Чапаев, там, в 35-й раз, в котором Чапаев не утонет. Да, да, да. Оу, всем привет, это Куджи подкаст, подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал, управляй своей жизнью сам. Всем привет, вы слушаете Куджи, Андрей. Да, слушайте Куджи, у нас сегодня в гостях Юрий Сопрыкин, так сказать, как это, наш гость не требует представления. Сто процентов. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Известный музыкальный критик Юрий Сопрыкин. Здравствуйте. И также главный редактор журнала «Афиша». Журнал «Афиша», я даже не представлял, что когда-нибудь скажу это, но спасибо вам огромное за те годы. Журнал «Афиша» сформировал где-то полтора процента моей личности. Я вот, кстати, сейчас буду... Это хороший показатель, мы выполнили KPI. Да, 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 и спасибо вам, как говорится, за счастливую... Тогда я был, верно, в юности, да, и мне из Москвы привозили, я жил в Алдикавказе, привозили эти журналы. И многое я узнавал оттуда. Поэтому спасибо вам огромное, что вы пришли. Лично для меня это как честь, да, можно сказать такое слово? Или какое-то слово странное, нет? Ум, честь и совесть. Ум, честь и совесть, да. Мы вот хотим сегодня как бы магистральной темой нашего подкаста, мы хотели отталкиваться от вашей статьи, обязательно ее почитайте, мы скинем ее в наш телеграм-канал. Статья вышла 16 декабря 2022 года в газете «Коммерсант». И вот теперь после эфира наконец-то к ней, у нее появятся читатели. Я очень надеюсь, потому что это, ну, я сейчас несколько раз перечитал, перечитал, не понял, перечитал, не понял, наутро перечитал, чуть понял, позвонил Андрею. Андрей, скажи, а тут вот что это значит, что вот это значит, что вот это значит? Надо мне тоже перечитать, может, что-то пойму. Статья называется «Ревизия зла. Как русская литература постсоветского периода разбиралась, где свет, а где тьма?» И не разобралась. Не разобралась, да. Не разобралась, да. И не разобралась. Не разобралась, да. Разберется? Ну, она не обязана это делать. На самом деле, что тут было интересно, это посмотреть на какие-то общие, что ли, темы или общие настроения, которые приходят в голову самым разным авторам. Нельзя сказать, что это вот ревизия какой-то там ультраконсервативной или ультрафундаменталистской или какой-то имперской литературы, да. Тут для меня интересно, что с разным знаком, но какие-то похожие идеи приходят в голову и Быкову, и Крусанову, и Сорокину, и сочинителям фанфиков по Толкину, и самым-самым разным людям. Вот что-то такое витает, что антенны писательские, настроенные очень по-разному, как-то одинаково улавливают. А мы как бы исходим из соображений, что то, что они улавливают, это и есть реальность. Ну, то есть, считаем ли мы, что вот очень много разных людей с разными бэкграундами, с разными представлениями о добре и зле, о хорошем, плохом, с разными навыками использования русского языка в письменной речи, садятся, пишут и приходят к одинаковым похожим мыслям. Вот мы считаем, что это результат чего? Объективно существующего тренда? Или это наоборот? Вот они пришли к этим одинаковым мыслям, и эти мысли, соответственно, потом попали в литературу и реализовались. То есть, они к этим мыслям пришли, грубо говоря, потому что они тусуют где-то там в каких-то одинаковых кабаках, несмотря на то, что по-разному пишут, и вот эти мысли там крутятся. Нет, тут есть разные точки зрения. Как бы есть позиция людей, которые вот сейчас пытаются поменять школьную программу, что-то в нее добавить, что-то из нее вычеркнуть. Я понимаю, почему это делается. Потому что люди исходят из концепции, что прочитанные книги, особенно прочитанные в детстве книги, они как-то раз и навсегда формируют твое мировоззрение. Вот как писатель сказал, так и будет. Так ты и будешь видеть мир. У меня знакомый есть, он говорит, что у Пелевина самая лучшая книга первая, которую ты прочитал в смысле. Ну, наверное, да. Наверное. Ну, вообще-то у Пелевина она действительно так. Вот. А я тут скорее подходил с какой-то другой стороны. Из-за того, что вот эти авторы, они не то чтобы сидели в одном кабаке, обсудили и как бы решили, что пусть будет так. Нет, они довольно чуткие люди. И они как бы первыми формулируют или замечают или там укладывают на бумагу то, что у людей как-то вот в душе или в уме как-то постепенно вот варится, да, и возревает. Они дают, конечно, очки для того, чтобы смотреть на реальность, вот. Но эти очки, они в каком-то неоформленном виде в этот момент уже существуют. Если разные люди начинают как бы об одном и том же говорить. Вот. Это все какое-то... Хотите называть это коллективным, бессознательным, хотите какими-то общественными настроениями, еще не до конца оформленными, хотите как угодно. Да, ну вот если сразу несколько, очень разные авторы вдруг начинают там смотреть в одну и ту же сторону, это, наверное, ну вот о чем-то говорит, о том, что о состоянии умов людей, которые вокруг них живут, с которыми они разговаривают, которых они видят на улице и так далее. Можно я задам обывательский вопрос? Когда речь заходит о добре и зле, почему-то очень часто возникает именно Толкион. Толкион, вы можете мне объяснить, почему? Ну, у меня есть идея. Так. Моя идея очень простая, что Толкион был первым, кто... Ну как, вот у тебя есть... Ну, есть добро и зло, да? Да. Одно свет, другая тьма, и они противопоставлены. И зло Толкина, оно зло в себе. То есть оно зло просто потому, что оно такое от природы. Да, у него нет никакого обоснования, почему там Саурон, ну, типа вот такой злодей, почему он вот это придумал, все эти кольца, зачем он все это делает. Потом в Сильмариллионе это появилось. Ну, то есть Толкин уже как, он сначала книги написал, а потом до конца придумал такую-то философскую концепцию. Но это была не совсем философская концепция, это была скорее история, что человек занимался литературой, да, он филолог все-таки. И вот он сформулировал для себя, придумал свою собственную мифологию, которая ему нравилась больше, чем английская. Вот. И вот он нарисовал эту картину, и эта картина, типа, существовала в голове людей, была довольно популярна, но, как мне кажется, окончательно, да, ее, ну, как бы застолбил, конечно, Джексон. Потому что нет более сильного по воздействию на массы формы искусства, чем кино. Потому что пока не появилось фильма по «Властелину колец», да, это было, ну, это там эти, ну, то есть вот, как для меня было открытием, да, что столько фанфиков в России, потому что я когда читал в 90-е, у меня особо книжка не произвела впечатление. Там, а вот где-нибудь на Западе, там, в той же Америке, это, ну, такое было, знаешь, ну, Толкин и Толкин. Ну, там есть много других писателей, потому что много же писателей, бестселлеры каждый год обновляются. Вот. Но вот Джексон с его вот этими образами, да, если я тебе говорю «Орк», ты сразу представляешь, как он выглядит. Если я тебе говорю «Урукхай», ты тоже представляешь, как он выглядит. И он вот эти вот образы, он их нарисовал, и они остались в голове людей. А люди склонны мыслить шаблонами, которые у них по каким-то причинам в голове остались. Ну, просто потому что, как говорила Ася Казанцева, мышление, процесс энергозатратный. Вот. И поэтому это очень удобно. То есть ты говоришь «Вот добро, добро это вот». Я... А почему так утрировано, в целом карикатурно нарисовано все? Да нет, отчего уже, не карикатурно. Нет, там, по-моему, как раз есть нюансы, есть оттенки. Вот, там, горлом он вроде плохой, но где-то в глубине души и хороший, и добро там не то чтобы страшное с кулаками, и такое вот героически победительное, а очень-очень слабое, и сомневающееся, и низкорослое. Ну, оно милое все равно. Милое, да, милое, милое. Мне-то кажется, что Толкиен, он как бы реанимировал, оживил очень такую древнюю мифологическую структуру, скажем так, не совсем древнюю и первобытную, потому что если мы посмотрим на греческую мифологию, например, где там вот там Зевс и там Кронос, где там добро и где там зло. За всеми косяки есть. Да, 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 это все какие-то необходимые части одного и того же миропорядка, одного и того же космоса. Или там в Илиаде ахейцы и троянцы, да, это же не силы света и силы тьмы, это такие две равновеликие равнозначные силы, непонятно, кто хороший, кто плохой. Вот, а эта мифология, во-первых, уже, ну скажем так, оформившейся европейской цивилизации, то есть как бы понятно, что когда там 300 спартанцев защищают родину от персов, понятно, кто хороший, кто плохой с точки зрения спартанцев. Вот, и одни цивилизации, другие варварства, одни культуры и порядок, другие хаос и какой-то деградация, погружение во тьму. Вот, и в огромной степени эта мифология, конечно, христианская, потому что здесь сразу понятно, где добро и зло, где бог, где дьявол, где христово воинство, а где там нашествие варваров или бусурмана или кого-то, кто там захватил гроб господень, на кого нужно идти с крестовым походом. Вот, разделение происходит где-то здесь, и Толкин придумывает очень цельный, непротиворечивый мир, очень подробно прописанный, в котором эта древняя матрица, она как бы заново оживает. Почему это христианская, как бы по происхождению мифология? Потому что, да, добро, оно во многом бессильно, оно, у него нет там ни кулаков, ни когтей, ни зубов, оно вот как Христос побеждает каким-то немыслимым и нелогичным способом. Он побеждает, потерпев поражение. И все это наложилось еще на послевоенную действительность и политическую реальность. Понятно, что пишет он это, глядя на вот еще совсем недавно закончившиеся сражения, которые тоже переживаются как борьба цивилизации с варварством, борьба света с тьмой. Вот, и все это как-то вошло в резонанс древнее, современное, христианское, историческое, как бы сегодняшнее, мифологическое. И поэтому это так мощно работает. В свое время Джордж Мартин же критиковал Толкина как раз вот ровно за это, в каком-то смысле очень примитивную картину. Ну, я вот хотел спросить, а существует ли биф между людьми-поклонниками? Ну, он объяснял очень, он очень просто объяснял. Он говорил, окей, ну, типа, вы победили, этот, ну, типа, исчез, кольцо уничтожено, что будем с орками делать? Он говорит, единственный выход, единственный выход – концентрационное лагеря. То есть орков придется физически истреблять. Это Джордж Мартин? Да, истреблять. Ну, как, ну вот, у тебя целая армия, она по-прежнему вооружена, с ними надо что-то делать. Как, у тебя око пало, ты победил, но как бы армия-то никуда не делаешь, что ты будешь с ними сделать? А что ты будешь с Мордором делать? Криптофермы там нет? Так, так, рассказывай. Ну, все. Он объяснял, что дальше вот им придется, еще там очень удачно, что эти такие эльфы такие, все, пока мы отчалили вместе с Гендальфом за горизонт. А людей оставляют вот с орочей проблемой ее решать. Решение, ну, да, такое, ты их собираешь в концентрационные лагеря. Это означает, что у вас будет оккупация, вы будете их либо, типа, приводить к нормам нормального общества, кого-то истреблять, либо вот вы их просто начнете массово истреблять. И вот здесь, мне кажется, самая главная проблема в том, как орки изображены. Но они же жутко некрасивые, да, правильно? Жутко. Конечно. И поэтому у них будут дальше проблемы. Несомненно. Добро должно быть красивым. Добро должно быть красивым. А зло не некрасивым. Если зло красивое, это уже не такое уж и зло. Нет, почему же? Вот мне кажется, что сейчас-то все как раз переигралось. В этом смысле «Властелин колец» очень несовременная книжка. И у Мартина зло красивое. Очень. И оно там расписано на десятки разных партий и разновидностей. И самое главное, непонятно, что это зло с самого начала. Вот это самое. Всегда есть интрига. Так, а где же зло? Где же зло? Нам оказывается, что более-менее везде. Да. И если посмотреть на, так сказать, героя нашего времени, ну вот кто главный герой популярных сериалов? Там «Брейкинг Бэт», «Беттер Коул Сол», «Карточный домик», «Тони Сопрано», «Доктор Хаус». Ну, «Доктор Хаус» в меньшей степени, но тоже, в общем, скотина. Это такие харизматики, но все же со стороны зла, со стороны того, что традиционно негодяи, но обаятельные, коварные, ловкие, изворотливые, дико умные. Вот мне кажется, что картина имени Толкиена Джексона, она выглядит сейчас так немножко архаично, ну вот в современной поп-культуре. Это правда. Но с другой стороны, вот есть Марвел, который ту же самую историю продолжает. Грубо говоря, каждый год выходят фильмы, где зло все такое же. Ну, там, типа, самый простой пример — это в Торе. Почему темные эльфы, которые там во втором Торе плохие? Ну, просто они вот, ну, да просто они плохие. Они, типа, плохие совсем. Все. И, типа, поэтому надо их, ну, как бы, всех там уничтожить по возможности, и чтобы дальше нормально жить. Вот. То есть это разделение, оно никуда не делось, оно стало, оно по-прежнему очень эффективное с точки зрения, там, когда ты думаешь, да? Ха, а Джокер? Так это же отдельное, отдельно живущее произведение. Это как вот, ну... Ну, все равно оно из этой вселенной, где, казалось бы, вот там еще там 20 лет назад все было понятно, кто хороший, а кто негодяй. И вдруг оказывается, что негодяй — это тоже человек, там, тонко чувствующий душой, страдающий, травмированный бесконечно. И, да, он там чудовищные вещи творит, но это как-то... Здорово, что мы о Шекспире поговорили сейчас, да? Да, 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 да. Прямо, 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 потому что обсуждаем, конечно, вовсе не Джокера. Итак, у нас рубрика «Ебучая география» от Aviasales, сервисы по покупке дешевых авиабилетов. Aviasales — это YouTube Legend. YouTube Legend, да, от легендарного сервиса Aviasales, легендарного. Давай, что ты... Слышал ли ты когда-нибудь про такое государство? Sealand. Sealand, ну, как вот... Звучит как парк развлечений для... Это из фильма какого-то? Нет, реально существующий. Так, расскажи поподробнее. Короче, да, Великобритания, 1967 год. Рой Бейтс, такой, значит, британец просто, приезжает на платформу, которая расположена у берегов Великобритании. А, все, я понял, так, рассказывай. Все, приезжает на платформу, запускает там радиостанцию, да, эта история становится прототипом истории... Пиратского рок-волна. Рок-волна, да. Вот, потом его пытаются судить, выясняется, что его судить нельзя, потому что он живет на платформе, которая не попадает под юрисдикцию Великобритании. И, я так понимаю, это какая-то отдельная страна со своим законодательством, да? Да, и он объявляет это отдельной страной, вот, и в течение последующих 55 лет там происходит своя собственная жизнь. В каком-то году, я бы забыл, правда, в каком, там даже произошла попытка государственного переворота, когда инвестор, который вкладывал деньги с помощью немецких наемников, пытался эту платформу захватить. Там, ну, то есть, как бы настоящее государство с настоящей жизнью, да. Вот, и где-то в конце 2000-х, 2010-х, по-моему, Пайрат Бэй хотел купить эту платформу и, ну, приобрести целое государство. А там можно находиться, сколько можно находиться, 90 дней, полгода? Я не знаю, кстати, не знаю, как у них работает история с визой. Это до сих пор есть? Да, до сих пор есть, до сих пор туда можно съездить. Официальная валюта? Не знаю, как называется, монетки. Официальный язык. Английский, судя по всему. Титульная нация. Ну, судя по всему, Бэйтс, и он и есть титульная нация. То есть, я понимаю, теперь мы в рубрике «Ибучая география» будем, ну, нормальные места, да? Интересные, которые неожиданно резонируют с нами, знаешь. Вот я когда читал про это, подумал, ну, прикольно. Вот примерно так. А вот скажи, технически сейчас такое можно сделать? Да. На самом деле, международное законодательство не объясняет, что значит признать государство, да? То есть, когда кто-то говорит, мы вот государство, если эта территория не принадлежит ни одному государству, да, то вообще говоря, вообще говоря, ну, они государство. Есть какой-то типа казус, что если вот ты объявил государство, и с тобой никто не установил дипломатических отношений, да, то ты так себе государство, да, сложно что-то сделать. Но вообще говоря, вот государство. Туда можно долететь. При помощи Авиасейлса ты долетишь до Великобритании, а там, ну, на лодке придется добираться. То есть так просто туда и не попадешь, в Силэнд. А на Авиасейлсе нельзя купить билеты на лодку? Не знаю. Ну, вы все, я надеюсь, заценили отыгрыш Андрея, да? Я даже не повторю это. Спасибо. Это была рубрика «Ебучая география» от Авиасейлс. Сервис по покупке дешевых авиабилетов. Тут ничего нет, если что. Он просто это держит. Ноль информации. Все здесь. Вот. Но хорошо. С другой стороны, вот, мне кажется, что история здесь в другую, но она немножко лежит в эстетической плоскости, что зло обаятельно само по себе. Вот эта история о том, что злодей, он может быть интересным, и часто он интереснее доброго, потому что в целом он гораздо более сложный как персонаж. Это то, с чем мы столкнулись. Мы обсуждали, когда, в общем, разговор с Тимуром, я вспомнил. Вот Энн Райс, она не очень хорошо разбиралась в вампирах. Она признавалась, что она просто типа, что слышала, то и написала, и написала интервью с вампиром. Там вампиры, ну, прям мрази. Ну, там они там по человеку в день практически едят. Вот. То есть 365 человек в году, 3650 в 10 лет, а если он 100 лет прожил, там вообще население небольшого города. И вот они едят-едят людей, и они все внутри, ну, несмотря на то, что они визуально очень красивые, там, и вечно молодые, и кто-то из них даже летать может, в целом они там отвратительные создания. Вот. Проходит сколько лет, появляется фильм «Сумерки». Ты вообще думаешь, ты идеально, вампиры просто, идеально просто вампиры. Вот. Это вот история о том, что какая-то вот это стремление усложнить персонажей, да, приводит к тому, что мы начинаем, симпатичными становятся злые персонажи. Это же не явление конкретно вот нашей литературы или вообще. Это вот-вот сейчас происходит. То есть мы стали перечислять хорошие сериалы и вот, ну, например, вспомнить «Эмили в Париже», да, вот. Вы не смотрели? Я смотрю все серии, что я, так сказать, учу наизусть. Вы третий сезон начались? Начали. Ну, вот на третьем сезоне я сломался, если честно. Сломались, да. Вот смотреть, начать смотреть все-таки или? Чего-то кажется уже. Третий? Да. Третий? Да. Третий вышел. Надо смотреть? В смысле, я посмотрел уже давно, я не знаю, что мы тут обсуждаем. Я начал смотреть одну первую серию, и вот она началась там со сна. Там слабо. Вот я на ней сломался, там какой-то этот маг-багет в Париже, как-то уже немножко все это, блин, натянуто. Я вас понимаю, было смотреть тяжело, я признаюсь. Я еще не смотрю. Но вы преодолели. Да, я типа постарался досмотреть до конца, в целом, ну, такое. Ну, это же, типа, бывают у сериалов хорошие или плохие, но вот там ничего такого нет, нет дополнительной сложности. Вот. А вот здесь она есть. Как нет дополнительной сложности? Очень много. Так, очень. Как вот есть этот ресторатор, а есть этот англичанин. Хозяйка агентства американского. Хозяйка агентства американского, хозяйка агентства французского. Героине приходится постоянно делать выбор. Она находится в такой экзистенциальной ситуации, а на каждую секунду вынуждена определяться. Да. Туда или сюда. А вот если вы смотрели вторую серию, там главная идея, я не буду рассказывать сюжет, но главная идея, что не делая выбор, ты делаешь выбор. Вот. Типа. Как тебе? И наград, добро. Это совсем уже буддизм, да. Это уже каким-то высотом мудрости сериал поднимается. Действительно, мы не дошли до этой, не поднялись до этой точки. Так вот, как получилось, и это вот как раз обсуждается, что забавно, что в какой-то момент вот эта идея, что орки плохие, да, фанфики российские, почему-то их всегда пытаются отмыть. Типа вот орки – это вот не такие уж и плохие создания. При этом они наделяются именно теми качествами, они становятся драматическими, сложными персонажами, да. То есть никому не хочется отождествлять себя с тем орком, который нарисовал Питер Джексон. Никто не хочет быть грязным, таким вот измазанным, под латом, да, весь бородавка, с гнилыми зубами. Да, все какие-то такие... Не, 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 не. Просто это вот победители писали историю, да, потому что... Да, да, да. Вот. А они не такие, мы не такие, мы лучше вот должны быть. Вот. И начинается вот эта странная, странная, очень загадочная для меня история, что вот из всей мифологии довольно, несмотря на то, что она там древнюю матрицу затратила, довольно простой. Мы вытаскиваем одну идею и начинаем почему-то ее обсасывать. Я вернусь на шаг назад к обаянию зла. Откуда оно вообще? И я все думал, когда оно начинается? И можно ли там найти какой-то момент в истории, когда зло становится обаятельным? Это, наверное, все-таки романтизм, когда вдруг, опять же, разным писателям, даже не сидевшим друг с другом в одном кабаке, приходят в голову похожие мысли, что вообще-то вот этот божественный универсальный порядок, это может быть не безусловно хорошо, да, что частное может быть интереснее общего, что природа может быть интереснее цивилизации, стихия может быть интереснее порядка и так далее, и так далее. Что бунт — это жизнь. Да, что бунт — это жизнь, что какой-нибудь там демон или Люцифер, или падший ангел, который вот отпал от этого универсального порядка, он вообще интересный чувак. Вот. И это все начинается как бы Байрон, там демон лермонтовский, и вот весь этот байронизм и как бы дендизм начала XIX века, когда все становятся страдающими, метущимися, непохожими ни на что, потерянными, там, герой нашего времени туда же, и так далее, и так далее, и так далее. А как бы вот, пожалуйста, герой наш, там, Печорин — это типичный герой современного сериала, творит какие-то чудовищные вещи, при этом как бы дико обаятельные, все в него влюблены. Вот. И всеми он крутит, как хочет. Это токсичный, нарциссичный манипулятор. Сказать за пересказ фильма «Альфи». Да. Вот. Да. Абсолютно. И мы в этом смысле живем в постромантическую эпоху, когда эта идея, она как бы никуда не делась, что добро, оно, ну, конечно, хорошее, но такое скучное и понятное, и неинтересное, да? А зло, оно обаятельное такое, странное и захватывающее. Вот. Все сериалы, кроме Эмиля Инперис, о которых мы сегодня говорили, они вот как-то исходят примерно из этой концепции. Это все как бы постромантика. Толкиен, на самом деле, уводит нас в доромантическую эпоху, в Средневековье, да? Это, ну, там, в хорошем смысле, средневековая христианская картина мира. Вот. И здесь трилогию полностью переводят, как известно, в начале 90-х. И в начале 90-х она ложится в России совершенно на другие исторические реалии, чем там в Британии или в Америке в 50-е, 60-е. Конец истории. Побеждает какое-то универсальное добро. Не мы. Новый мировой порядок. И это не мы. Как бы свет цивилизации, он идет откуда-то как бы на Россию, которая, ну, вот, там, совершила в этом свете цивилизации историческую ошибку, и теперь ее нужно вернуть на какие-то нормальные цивилизационные рельсы. Вот. И в этот момент, конечно, вот эта матрица там сил света и сил тьмы, она начинает здесь переигрываться совершенно иным образом. Не, не то чтобы там мы там злые и плохие и гордимся этим. Вообще там, если говорить про там черную книгу Арды, например, то там как раз, в общем, особо ничего этого нет, и там такой присутствует классический такой демонизм и люциферианство. А вот дальше, чем дальше, тем больше. Как бы нужно услышать голос орков. Нужно понять, что у них своя правда. Нужно посмотреть на вещи так, что орки — это безусловное зло с точки зрения победителя, по версии победителя. Это он их такими и представил. А на самом деле это, в общем, неплохие ребята, не похожие на эльфов и не похожие на хоббитов, но у них свои традиционные ценности, своя правда, свое устройство жизни, они тоже имеют право на существование. В общем, все движется вот как бы в этом русле. Забавно, что... И это действительно прекрасная как бы рифма и прекрасный способ осмысления той истории, которая происходит параллельно в реальной жизни. Забавно, что если читать Толкиена, то орки же, они появились из эльфов. Это была история, что эльфы были бессмертны, их похитили, мучили в подземельях. По-моему, это сам еще Мелькор делал, который начальник Суруна. И вот он их, значит, совратил. И вот те существа, которые получились, это был вот такой типа... Ну, как вот по сути это были демоны. То есть такие антиангелы, которых ты породил. Забавно, что вот эта часть абсолютно игнорируется. Из книжки вытаскивается орочья правда. И это превращается в инструмент рефлексии. Вообще для меня просто удивительно... Вот что. Мне всегда казалось, что это прикол. Такой вот постмодернистский прикол. Мы берем, а давайте вот встанем на позицию кого-то. И с этой позиции порассуждаем, посмотрим. Совершенно по-другому будет выглядеть ситуация. Ну вот мы пытаемся навести порядок какой-то. У нас есть враждебные государства около наших границ. Их несколько. Что нам делать? Они нас явно не любят. При возможности уничтожают. Как только мы выходим, нас сразу рубят. Ну, надо как-то решить эти вопросы. Кроме того, у них нет ни производств, ничего. А у нас тут уже и кузни, и все такое. У нас вообще развивается промышленность. Ты про кого говоришь? Про Мордор. Я говорю, ты становишься на позицию Мордора. И пытаешься... И вот в таких рассуждениях, в таких рассуждениях это вот такая постмодернистская игра. Для меня это было... Так можно же на любую практически позицию встать. И в целом эти рассуждения будут иметь право на существование. В любой истории. Вот, например, я король ночи. В целом я результат экспериментов. Мне вообще это не очень нравится. Я считаю, что вот та часть севера, которая север, должна быть моей. Мы как бы с ребятами, они тоже умерли, как и я. Решаем эти вопросы. В целом моя мысль, что нужно отомстить тем, кто со мной это сделал, и тоже навести какой-то порядок. Вот когда я управляю всеми, они по моему щелчку встают или падают, это порядок. Нормально, типа стремление к порядку. Все хорошо. Человек наводит железной рукой порядок на севере. Как так получилось, что вдруг эти приколы превратились в неприколы? Это произошло тогда? То есть это изначально делалось серьезным? Или изменение ситуации привело к тому, что черные книгарды, которые переиздали, это оказалось произведением со смыслом? Я так понимаю, это один из самых, вот вы написали, самых влиятельных, да, как бы постфанатских апокалиптов? Ну, насколько я понимаю, для фанатского сообщества, которому я не принадлежу, это очень важная книга. А есть какая-то закономерность, что именно в России она появилась? Я не знаю. Мне кажется, что вообще фанфиков по толке, ну, пишется и писалось много самых разных и где угодно. Это, ну, как бы естественная человеческая потребность. Есть популярная книжка, которая как бы объясняет мир, как с Гарри Поттером, да? Тебе сразу хочется придумать для нее какое-то продолжение, развитие, переписать ее так, чтобы вот эти поженились, а эти рассорились, и вообще все было бы по-другому. Это нормально. Вот, в России просто это действительно приобрело какое-то, ну, там, поэт России больше, чем поэт, властелин колец в России больше, чем властелин колец. Все в России больше, чем все. Все приобрело какое-то гиперзначение. Вот наложившись на эти переживания 90-х годов, на этот такой медленно закипающий рессентимент, ощущение, что, ну, как бы нас выкинули на обочину истории или объявили, что мы находимся на неправильной ее стороне, вот нужно там отстоять свою правду. Там из этого же рессентимента возникает брат, и особенно брат-2, например, да, которые тоже пытались в самом начале объяснить, что это такая постмодернистская игра, это вот, ну, как бы там смешно, да. И вторая часть начинается с Байрона. И вторая часть начинается с «нет, я не Байрон, я другой». «Я не Байрон, я другой». И отсюда же возникает, ну, тут, понимаете, тут даже не обязательно как бы вчитываться или изучать, там, учить наизусть все эти тексты. Достаточно очень простой и понятной схемы, там, орки и эльфы, силы света и силы тьмы, вот. И эта схема прекрасно накладывается на вот людей, которые начинают видеть свою жизнь как часть какого-то геополитического, цивилизационного, там, вечного конфликта между, там, Западом и Востоком, тем и другим, там, атлантистами и евразийцами, как бы она вот этой своей двумерностью очень удобна и очень... Ну, мне вот нравится, как вы написали в статье, я могу бы сразу, что вывод по «Черной книге Орды», что свет связан с подчинением иерархии и единообразием, а тьма обеспечивает возможность свободы и следования особому пути. Это все тот же романтизм, и понятно, что это тоже естественное человеческое свойство. В 16 лет каждому хочется быть одиноким, непонятым, непосредственным, да, каким-то импульсивным и не подчиняющимся ничему. Поэтому, но тут мы говорим вот скорее о том, как осмысляется история, что ли, и там, твое место в истории. Это интересно, это вот некое российское свойство, что в России нарративы, они, ну, материализуются. Ну, то есть, есть ощущение, что, ну, постмодерн в России надо, ну, законодательно запретить. Вот ты что-то делаешь постмодернистское? Давайте уж литературу тогда запретим. Нет, 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 делаешь что-то постмодернистское, врывается спецназ, спецназ постмодерна, и быстро приводит все в порядок, типа делает произведение более классическим или там романтическим, но ни в коем случае не постмодерн. Потому что в России постмодерн, который представляет собой какую-то смысловую игру, когда мы говорим, ну что мы говорим, нет никаких критериев, хорошая книга или плохая. Нет никаких критериев. Нет никаких критериев смыслового содержания, добра, зла. Вот мы давайте будем играть в игру и будем использовать всевозможные внутренние отсылки и будем писать такие книги. В этом плане я, наверное, буду банальным, но на меня невероятное впечатление в свое время произвела книга «Кысь». И как будто бы вот то, что сейчас происходит, мы как будто все ближе и ближе к этому. Я не знаю, ну, я говорю, я банальный, вот тут люди умнее меня намного, но вот все, что ты говоришь, на мой взгляд, все сбывается. Это даже не Сорокин, а вот конкретно эта книга. Я по «Кысье» сочинение писал в выпускной. Да? Да, там был вопрос «Без великодушных идей не может жить человечество». Цитата из Достоевского предлагалось открытие. Ну, разумеется, идея была в том, что ты берешь преступление и наказание, и на примере там Сонечки Мармеладовой, а также сна, ну, болезненного сна Раскольникова, объясняя, что вот, что там ему виделось. Ему виделось, что исчезновение, грубо говоря, из мира Бога, та самая великодушная идея, да, приводит к тому, что люди оскотиниваются, да. Но при этом человек, будучи падшим и порочным, и сохранивший в душе эту идею, потому что Сонечка там святая, да, он по-прежнему все-то цитает. Вот была идея. Это все очень сложно. Я делаю вид, что я все понимаю. Так, а где тут Кысь? Вот, а я взял эту цитату, взял эту цитату Достоевского и просто написал по Кысе, потому что есть, в Кысе есть такие, главный герой там, если вы помните, очень любит книги, их коллекционирует. Причем коллекционирует... Нет, он полюбил их. Он коллекционирует все, он коллекционирует книги. Все, что осталось. Да, все, что осталось. Все, что осталось, совершенно непонимая. После какой-то непонятной катастрофы... Ядерной. Да, из-за... Ядерной, да. После которой от цивилизации остались одни ошметки, от книг остались одни какие-то фрагменты и отрывки. Язык распался на какие-то дремучие непроваренные куски. И вот главный герой все это коллекционирует. Меня впечатляло описание еды там. И Татьяна Никитична, она очень глумливый человек в этот момент. Она просто перечисляет книги, которые у нее стоят. И там стоит и классика, и там типа журнал, там садовода, что-то, что-то. И этих перечислений довольно много в этой книге. Нет у него среди книг одной единственной. У нее нет святого писания. У нее нет Библии там. Интересно. Да, весь мир, который она рисует, это мир постапокалипсиса в таком библейском смысле. Но там нет Библии. Ну, так апокалипсис – это когда произошел страшный суд, хорошие отправились на небо, а плохие, а там не написано, что, по идее, должно с ними быть. Вот они живут в этом мире, да, вот в таком очень странном. И вот это было, в общем-то, суть моего, ну, как, для школьного сочинения такого наблюдения, типа, достаточно. Вот. Типа, вот, пожалуйста, рассуждение, так и так. Вот автор это доказывает вот этими перечислениями. Вот главный герой, посмотрите. И все такое. Вот. Но, если честно, я вот всю жизнь примерял как бы Сорокина. Ты сейчас сказал про Кысь? Я вот пока это рассказывал, я на самом деле подумал, что, может быть, надо было Кысь примерять, понимаешь? Юрий, скажите свой экспертный... От Кыся до Сорокина один шаг. Мне кажется, что, там, будем судить автора по его законам, что Татьяна Толстая в Кысе описывает не какое-то апокалиптическое будущее, а то настоящее, из которого она пишет роман, что для нее, там, 90-е, начало двухтысячных, это вот уже мир после культурной катастрофы, после обрушения культуры, мир тотального деградача, когда люди разучаются говорить на русском языке, когда все захватывает какой-то тупорылый глянец. И в этом контексте, там, ее издевательская статья про, невероятно остроумная, про первый номер журнала Men's Health, и Кысь, это примерно одно и то же. Да, вот в Men's Health работают вот эти люди, как бы уже ударенные по голове. С хвостами. Да, какой-то культурной бомбой, которая выжгла из них там все живое. Вот, она пишет про сейчас, про тогдашнее ее сейчас. Вот это хорошая мысль, что не кажется ли, что вот этот ресентимент, да, и вот это вот стремление, вот обаятельность зла, мы обратились к злу, да, и вот мы там это сейчас обсуждали, это является, ну, такая мысль, что вот когда был 1917 год, 1917 год, да, деконструкция культуры произошла. Она, ну, как-то естественным образом произошла. То есть произошла какая-то условно смена элит, но условно в 20-х годах у Советского Союза была собственная культура, архитектура, были какие-то явления, которые были, вот они вот были новые здесь. А в 90-е этого не произошло. То есть как бы вот нас выкинули условно на обочину истории, но культура, с которой остались люди, да, та культура, это была исключительно советская культура. Ничего, в общем-то, такого типа, такой смены парадигмы, что вот условно мы все смели, и вот заново начали писать новый культурный код, не произошло. Не кажется ли, что вот эта вот идея, вот эта попытка там притянуть вот это все, и начать ресентимент, это результат вот этого, что вот это вот ощущение, которое Татьяна Толстая испытывает от того, что нравишь, любимая ее культура пострадала, да, вот, которую она описывает в Кысе, это то же самое ощущение, которое логично нас привело к ресентименту и к тому, что типа, а, ну все, сейчас мы наведем, типа, покажем, кто здесь. Ну нет, наверное, тоже ощущение, но не совсем в Татьяна Никитична на толстовских терминах, когда ты работаешь на, не знаю, там, заводе в НИИ, там, работаешь там последние 20 лет, и примерно представляешь себе, что будешь работать там до конца своих дней, у этой работы есть какой-то, ну там, более-менее смысл, вот, и вдруг это все разрушается. Понятно, что тебе не нужен журнал «Мэнс Хелс», чтобы ощутить произошедшую катастрофу. Как бы ты остаешься просто на выжженном поле постапокалиптическом, без средств к существованию, там, идешь, не знаю, сапогами торговать на рынке, и в этот момент, конечно, тебе очень плохо. И в этот момент безотносительно каких-то культурных пластов и постмодернизма, как бы ты начинаешь искать виноватого. Вот, и начинаешь, как бы, думать, а так уж ли был плох тот Советский Союз, который ты еще недавно так проклинал и хотел от него избавиться. Вот, я думаю, что истоки, скорее, где-то здесь, где-то в обрушении жизненного уклада, частью которого наиболее интересной для Толстой оказывается обрушение культуры. Мы, типа, обсуждали, я говорю, обсуждали культуру, все свелось к тому, что пришлось торговать сапогами. Вот главная, основная человеческая травма. Купил жене сапоги. Купил жене сапоги. Ребенку твикс. Да, там в статье есть про второе очень важное явление, помимо фанфиков по Толкию, но это, конечно, попаданцы. Это такое явление, которое совершенно удивительно для меня, потому что я был всегда уверен, что это совершенно маргинальная литература. То есть это литература, которую пишут определенное количество людей для определенных других людей, и это не является чем-то, что имеет хоть какое-то значение. При этом я, мы как-то это обсуждали, это у нас было в подкасте, что я в свое время читал Луис Прега де Кемпо. Это, значит, такой американский, по-моему, фантаст, 1907 года рождения. И у него в 1939 году вышла книжка «Да не опустится тьма». Основная идея, что археолог приезжает посмотреть на Парфенон, вот его бьют молнии, и он оказывается там, условно, в 538 году нашей эры. В этот момент там столкновение Римской империи и Византии происходит. Ну, не Римская империя, а, соответственно, территория современной Италии. И вот он попаданец, он хочет это остановить. Вот. И главным инструментом, как он это делает? Он это делает с помощью нескольких вещей. Первое. Он начинает варить бренди. Потому что он умеет перегонять алкоголь, а тогда еще не умели. И все от этого как бы фигеют. Вот. Потом он начинает делать железо. Ну, более качественное. Точнее, дает более качественное оружие. И, наконец, он предлагает двойную бухгалтерскую запись. Да, то есть, сводить дебет с кредитом. Да, и умение использовать арабские цифры. Типа вообще переворачивает просто всю технологию. Его там в какой-то момент обвиняют в колдовстве. Потому что там вот, ну, например, там свести какие-то эти... Ну, это ж Янки при дворе короля Артура. Это был ответ как раз. Это было очень интересно. Потому что как раз он вообще не любил Янки при дворе короля Артура. и как раз ему... То есть, это тоже фанфик и... Нет, это такой... Сиквел. Это заочный спор. Заочный спор. Потому что Спрэк Декэм пытался описать ситуацию, что человек, ну, потому что у короля Артура, у него там в конце вообще пулеметы есть. Вот. Там он валит наступающих рыцарей пулеметами. А здесь человек, у него и железо, у него там в какой-то момент не получается создать там что-то, там, порох не получается и так далее. А какие-то вещи такие очень понятные получаются. Там идея была в этом. И вот ты... Ну, я прочитал эту книгу, да. И у меня не возникло желания написать такую же... А он меняет будущее таким образом? Да, конечно. Он останавливает. Ну, идея ровно в этом, что он спасает страну. Вот. И, соответственно, идея... Он как вот историк, он там... Да что, Марк Твена же нет, да? Он просто... Нет, он проигрывает. Да, он случайно оказывается в прошлом, и он выступает там как носитель более развитой цивилизации. Вот вы там легендарные древние бриты или кто, а я вам привез, как Прометей, буквально там, печатные станки и электричество, и там все на свете. Вот достижение 19 века. Да, достижение 19, и все заканчивается, если что, смертью. Да. Вот. А тут, типа, все заканчивается неплохо. Благодаря тому, что человек привез не пулеметы, а двойную бухгалтерскую запись и бренди. Что как бы намекает. И, опять же, читая эту книгу, у меня не возникло желания, ну, всерьез, заинтересоваться попаданством. Вот это для меня самое загадочное явление. Гораздо более загадочное, чем обаятельность зла, потому что, ну, чего тут говорить, действительно Джокер. Ну, как так получилось, что в России эта литература имеет какой-то, я не знаю, вес, интерес? Почему она как? Ну, она имеет огромный объем, прежде всего. И объем такого масштаба, что даже если читатели книг про попаданцев, это ровно те же люди, что пишут книги про попаданцев, это уже очень много. Понятно. Вот. Все равно, конечно, это как некоторое гетто, и, как бы, литература не самого такого общезначимого содержания. Но, мне кажется, истоки тут примерно те же самые. Как бы ты, мысль о том, что можно вернуться в какую-то точку прошлого, где история пошла не туда, и повернуть стрелку на другие рельсы, как бы от чего она возникает? От того, что, видимо, тебя не очень устраивает настоящее, в котором ты оказался. Тебе кажется, что... Не случайно это все начинается, опять же, в конце 90-х, в начале 2000-х. Тебе кажется, что вот есть какие-то, не знаю, либо темные силы, которые завели историю не туда, и твою страну отправили куда-то под откос, либо... Мировое правительство. Либо мировое правительство. Ну, либо просто все так сложилось неудачно, потому что где-то вот там, не знаю, к князю Ярославу Мудрову не было огнемета. Вот, и ему нужно этот огнемет отвести. Это же совсем детское. Ну, то есть из всех способов переживать травму, вот эта мысль, что надо просто очень сильно представить, что ты отправился в прошлое и поправил эту травму, и ты в результате в голове создаешь альтернативную ветку, чисто она существует в твоей голове, в которой этой травмы не произошло. Да, тебе хочется посмотреть фильм Чапаев, там, в 35-й раз, в котором Чапаев не утонет. Да, да, вот натурально. Это же, ну, это просто какой-то... Я даже не знаю. Тот факт, что вот это вот какая-то совершенно примитивная и очень детская идея о том, что вот у тебя есть какая-то историческая несправедливость, и надо вот ее исправить таким вот образом, потому что если бы ее не произошло, посмотрите, что бы тогда было, как бы круто было, да. Это же какая-то, во-первых, идея очень детская, а во-вторых, для взрослого человека совершенно пагубная, потому что нельзя отправиться в прошлое и исправить. Но если очень долго повторять, что хочется, в какой-то момент может возникнуть идея, что можно исправить отсюда. То есть вот как бы... Реконструировав. Реконструировав, да, что типа... Ситуацию, в которой все пошло не туда. Вот мы сейчас поднапряжемся, совершим некоторые символические вещи, и вот этих вот оттуда как бы победим. Но это же как бы путь в сторону безумия, когда у тебя есть реальность и есть альтернативная реальность, которая чем дальше, чем сильнее отходит от настоящей, и ты как бы в нее погружаешься, и ты в нее погружен. При этом там на выбор... Причем отправляются же всегда, понятно, куда. Либо не дать Российской империи развалиться, либо в Великое Отечество. Либо не дать развалиться Советскому Союзу. Либо не дать... Да, я там цитирую исследование экономиста Николая Кульбаки, который вот буквально изучил там сколько-то тысяч томов и посмотрел, куда люди... Куда люди отправили... Куда авторы попаданческих книг отправляют своих героев. Это почти всегда война, та или иная. И изменить прошлое можно только победив в войне. Не допустив революции, например, 1917 года. Победив в Первой мировой войне или как-то по-другому ее переиграв. Это никогда не история про то, что... Ну а вот жалко, что мы тут не проложили транссиб или проложили его на 50 лет позже. Давайте-ка сочиним альтернативную историю про то, как там железные дороги в России завелись. Что братьев Черепановых, ну типа у них все получилось. Это не связано ни с какими там промышленными, экономическими, цивилизационными достижениями. Это почти всегда связано с войной. Ну это какая-то очень-очень-очень наивная и очень какая-то игровая вещь. Это как компьютерная игра. Ну с одной стороны да. Началось. С одной стороны, с другой стороны. Не все так однозначно. С одной стороны да, с другой стороны... Ну как бы мы в этом не одиноки. Вообще, я вот вчера смотрел, опять же, раз уж говорили про сериалы, последнюю серию последнего сезона Better Call Saul, где, если помните, как бы все герои в какой-то момент задаются вопросом, а вот если бы была машина времени, куда бы я отправился, в какую бы точку своей жизни я отправился, чтобы не допустить чего-то. Я бы отправился в тот день, когда там я взял первую взятку. А я бы отправился в тот день, говорит, собственно, Соу Гудман, когда там этот Уоррен Баффет вложил деньги в акции вот этого инвестиционного фонда. Я сделал бы точно так же, и сейчас я был бы миллиардером или триллионером, если такие бывают. Все пытаются вообразить тот момент, когда жизнь пошла не туда, и хотя бы в воображении его исправить. Вот. И в отношении частной жизни это, по-моему, ну, очень вполне человеческая, естественная человеческая черта. Нет ничего более естественного. А в отношении истории Make America Great Again это не то же самое. Ну, хорошо, там нет попаданческой литературы, или она не имеет таких масштабов. Наверное, есть. Но это не то же самое. Может быть. Как бы все фантазии про то, что давайте, или идеи про то, что давайте вернем величие Америки, Италии, Венгрии, Японии, неважно кому. Вот как бы отменим то поражение, которое мы потерпели в результате, может быть, не войны, а просто там того, что цивилизация зашла не туда, и всю промышленность увезли в Китай, и там приехали мигранты, и все испортили. Но давайте вернемся к вот этому естественному, первородному, чистому состоянию. Какой-то вот, ну, не Руси изначально, а там Америки изначально, или Венгрии изначально. Это все то же самое. Как бы консервативный поворот. Когда ты ищешь идеал в прошлом, ты без сомнения его там находишь, потому что ты этого прошлого просто не застал, да? И начинаешь как бы смотреть на реальность данную тебе в ощущениях, как на что-то уже, ну, как бы испорченное, зашедшее не туда, и очень хочется все вот повернуть стрелку и уехать на какие-то правильные рельсы. Ну, мне кажется, это путь в никуда. Ну, как будто это мы обсуждаем, как прорабатывать психологические травмы. А ты думаешь, это реально, да, все может быть? Нет, нет. Ты такой вывод сделал, что это путь никуда. Нет, я... Понимаешь, это очень-очень понятный вопрос. Вот у тебя в жизни всегда есть вещи, которые пошли не так, как ты бы хотел. Вот просто. Это не даже безотносительно больших каких-то глобальных вещей. Вот твоя жизнь. Ты живешь. Ты хотел так, получилось по-другому. Ты хотел так, получилось по-другому. Дальше возникает вопрос, как человек воспринимает то, что жизнь складывается не так, как он хотел. Ну, есть классический тезис, да. Дай бог нам возможность изменить, что мы можем, и мудрость понять, что что-то изменить мы не можем. Мудрость, чтобы отличать одно от другого. Отличать одно от другого. Очень понятный тезис. Постоянная попытка думать о прошлом и пытаться переиграть, это как путь в психоз. Такой прям нормальный, хороший, человеческий психоз. Да, и это, ну, если ты пытаешься держать свою голову в порядке, если ты хочешь, чтобы твоя, твоя психика функционировала более-менее нормально, насколько это можно, таких вещей надо избегать. А уж если у тебя случился психоз, ну, его надо лечить. Это же такое заболевание. Вот ты как бы довел себя, ты мог себя довести какими-то другими вещами, там, до истощения, до ожирения, неважно, ты довел себя до психоза. Все. От этого надо избавляться. Когда мы говорим вот про эту идею, она же совершенно ведущая к психозу. То есть, когда ты сидишь, да, и ты воспринимаешь реальность в каком-то странном, искаженном виде, пропуская ее через прошлое. То есть, ты не просто смотришь на какую-то вещь, а вот ты буквально задаешь каждому вопрос, вот каждому явлению, а что бы сказал Осип Виссарионович Сталин в этом случае? Вот, кстати, да. Ну, слушай, ну, да, 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 конечно, но если у тебя, перед тобой появляется какой-то популистский лидер, например, и говорит, давайте вернем Италии величие Римской империи. Вот все последние 2000 лет все шло не туда, а сейчас мы make Italy great again. Как бы это, это уже идет помимо разума, это будет эмоции и очень сильные эмоции массы. На то он и популист, что, как бы, знает, на чем можно сыграть. И это происходит в истории с какой-то регулярностью, заслуживающей лучшего применения. Я просто как-то рассказывал, что у меня была такая идея, что есть такое понятие технологическая сингулярность. Технологическая сингулярность это когда технологии стали настолько сложными, что они отличимы от магии. Мы, по сути, на пороге технологической сингулярности, потому что если взять телефон и задать вопрос, как он звонит, это типа ответ на это будет очень-очень-очень длинным и не все понятно. Потому что самое интересное, что мы, как люди, которым больше 30 лет, помним, что раньше был телефон дисковый, и там было все понятно. Там объяснение занимало... Мне ничего было непонятно. Там было 20 минут объяснение занимало, что там вот динамик, он вибрирует, что здесь ты крутишь, там стоит реле, оно щелкает сколько-то раз, единичка щелкает мало, нолик щелкает много, поэтому типа... Слушай, ты, наверное, знаешь, почему самолет не падает. Да, да, слышал. Для меня это всегда удивительно. Ну вот, а дальше мы движемся в такую вещь, что ты не можешь объяснить даже простые вещи, с которыми ты взглянешь каждый день, ты их можешь только через другие сложные. И вот сингулярность наступила технологически, когда это произошло. Все, не отличим от магии. Мы думаем, что 2 плюс 2 не потому, что это математика, а потому, что любой калькулятор введи, который вот везде, он дает 4. Идея была в том, что наступила, хотим мы этого или нет, гуманитарная сингулярность, что какие-то базовые вещи, вот там добро, зло, что хорошо делать, что плохо делать, невозможно так же коротко объяснить. То есть вот условно мы обсуждаем какие-то совершенно базовые вещи. Почему нельзя верить популистам? Почему нельзя постоянно жить прошлым и доводить себя до психоза? И объяснения, ну как бы наши, они в целом довольно жалкие. Типа, почему нельзя доводить до психоза? Ну, чтобы кукула здоровая была. А почему кукула должна быть здоровой? Может, так лучше? Ведь нечего ответить человеку. Это касается самых базовых вещей. Типа, не укради, не убей. Объяснение всех этих длинных, ну, как бы вроде простых истин, превращается в какое-то бесконечное путешествие с отсылками, потому что про это все писали и так далее. Да, и у Толкина было одно мнение, а у Джорджа Мартина другое. И, так сказать, да, опять же, все не так однозначно, и есть разные точки зрения. Есть разные точки зрения, да. И вот это вот, как бы меня в этом смысле, конечно, вот эта вот вся история крутится вокруг этой идеи, потому что я вот в какой-то момент обнаруживаю, что мне нечего сказать. Да, вот я вижу какую-то вещь или слышу какую-то вещь, или мне что-то говорят, и я просто, ну, я даже не знаю. А у меня же, типа, вот этот внутренний, внутренняя профессиональная деформация, это преподавательская. Ты сказал что-то человеку, он тебе говорит, ты дурак, это неправильно. Это первая же мысль не, типа, иди нахуй. А первая мысль, плохо объяснил, сейчас объясню. Вот. Типа, не понял, не понял, да, потому что гомотопические группы нулевые. Сейчас я тебе еще раз, еще раз объясню, и ты вот точно поймешь, что я прав. Я прав. Вот. И, а тут ты даже, вот человек тебе говорит, и ты такой, типа, ну, окей. Типа, все. Ну, дурак и дурак. Все, будем считать, что, типа, просто человек крыша поехал, в смысле у меня, а ты вот нормальный, адекватный человек. Вот. И с этим непонятно, что делать. То есть обсуждение происходит на каких-то совсем базовых вещах. Мы всерьез обсуждаем одержимость орками. Это мы только что обсудили, что это вообще схематоз из средних веков. Вот. И мы такие, типа, ну, орки там, вот орки. Да, и мы можем объяснить, почему эта одержимость произошла. На это были свои причины, да, и... Отлично. Отлично. То есть мы в средних веках. Здорово. Нет, для меня один из самых странных споров, это мы тоже обсуждали, когда люди начинают спорить о Сталине. И в вашей статье там тоже, кстати, есть... Глава называется «Оправдать то, чему нет оправдания». И десятилетие заканчивает... Десятилетие, я так понимаю, двух... Девяностые, да, заканчиваются... Девяностые заканчивают появлением концепции Сталина как эффективного менеджера. И вот недавно тоже разговаривали, что мы заметили, что люди могут вообще прекрасно дискутировать до момента, пока не наступает очередь их отношения к Сталину. Я вообще не понимаю этого. Почему люди так зациклены в этой... А Андрей вот говорит, что нет, что теперь будет... Что есть много... Мне кажется, это самый главный камень преткновения. Я считаю, что есть Ельцин. Извини, просто тут тоже очень хорошее написано... Я прямо это запомнил, что 90-е это период, когда разоблачение исторических преступлений советского времени совпадает с ностальгией по этому времени. Да. Да, то есть с одной стороны тебе рассказывают про то, что вот был ГУЛАГ. Да. Вот просто включаешь телевизор, тебе рассказывают, что был ГУЛАГ, все было ужасно, там убили миллионы прекрасных людей. А потом, значит, без перерыва начинается какой-то концерт... Ну, старые песни о ГУЛАГ. Да, да, да. Ну, или там какой-нибудь ретро, как молодо мы были. Или просто дорожный патруль, где тебе показывают, что вот за... Да, или просто дорожный патруль, и ты понимаешь, что, господи, да вот вокруг ужас, а тогда-то вот как было все прекрасно. Как бы ходили добрые люди по улицам, пели красивые песни. Мороженое, опять же, вкусное. А вы вот как считаете старые песни о ГУЛАГ. ГУЛАГ, это в итоге хорошо или плохо? Ну, неправильно задан вопрос, простите. Это печально. Это печально, да. Это... Как сказать? Это было саундтреком сворачивания не туда. Андрей тут предъявлял претензии постмодернизму, и, конечно, старые песни о ГУЛАГ. Вот в тот момент, когда они возникают, это прям стопроцентно постмодернистский проект. Я задавал в свое время там еще до... За много лет до Дудя вопрос Парфенову. Вот. И он рассказывал, как все это, ну, как бы, появлялось. Это была история, вот, типичная для середины 90-х. То есть давайте возьмем современных эстрадных звезд, переоденем их в какие-то несвойственные им одежды, заставим их петь абсолютно не из этого времени песни. И это все такая игра. Вот просто мы как бы перекомбинируем разные культурные коды и сделаем из этого вот такую странную штуку, которая... Отличное описание кинопропы. И странных скачек. Так все делали в тот момент. Это же был миллион таких вещей. Да. Но почему-то это произвело вот какое-то вот совершенно иное впечатление. Потому что они создали, сами, может быть, того не желая, вот этот абсолютно идиллический, воображаемый мир, такой обобщенный мир советского кино, где, ну, как бы... Объединили все пространства. Да, да. И, типа, усреднили, и получилось некое такое... Да, получился такой советский рай, советский Эдем, вот, в котором, оказывается, он до сих пор существует, он не ушел в прошлое, и мы тоже можем переодеться, как бы, в эти костюмы, и, там, Анжелика Варума или Богдан Титамир, в них тоже чувствуют себя прекрасно и продолжают петь всю ту же песню. Будет... И будем весело бегать под пластмассовым снегом, крутиться, веселиться, кататься на коньках. Не, ну, я вот помню, смотрел это... Я жил в селе и смотрел с самим бабушкой и дедушкой, и им очень это нравилось. Мне тоже это нравилось. Очень сильно. Мне... Я просто... Мне... Мне... Я до сих пор помню Агутина, который поет «Крепче за баранку держишь шофер». Вот, типа, даже из первых. Отличная... Отличный номер. Да, вот. Я немного... Мы говорим про первую часть, да? Вот вторые две, они не так были влиятельны, да? Во вторая это была какая-то... Нет, потому что все смотрели, конечно, но вот эффект разорвавшейся бомбы, это была первая часть. Потому что первая, по-моему, была основана на свадьбе в Малиновке. Кубанские казаки, скорее. Но при этом тоже не совсем кубанские казаки, а вот какая-то такая обобщенная идеальная деревня. Вот это, кстати... Там же Титамир, например, он отчетливый с 70-х годов, да? Он поет там «Червону руту» и ходит в каких-то в клешах с магнитофоном. Это явно не послевоенное время. Но вот это... А, да. Это какой-то советский мир вообще. Такой концентрированный, да? Как... Концентрат. Концентрат, да. Но если мы его разбавим, то тогда уже на два литра. На два литра. Тогда уже там все всплывет. Я хотел сказать, что вот этот вот... Вот это пространство, которое было создано, оно мне, например, очень нравилось. Но у меня никогда не возникало желания, потому что, опять же, я там не жил. Для меня это было такое, типа, вот красиво, красиво показали, вот очень интересно, в целом здорово, спасибо. Хочу, чтобы на следующий год еще вот что-нибудь показали, потому что в новогодние вечера такие штуки прикольно смотреть. Вот и все. Вот. Но эта история... И как бы... Для меня, опять же, я когда первый раз услышал вот это рассуждение, что Парфенов... Это же было в этой... В школе засловия. Да-да-да. Да. Когда упомянутая Татьяна Никитична предъявила Парфенову, что вы же вот эту всю любовь к совку и реанимировали. И там как-то у них возник неприятный разговор. Это надо пересмотреть. Я думаю, сейчас это все смотрится немножко комично уже. Знаешь, это из разряда типа люди спорят о непонятных вещах. Понятно. Как Куджи с Шаманомом. Извините, а вы смотрели такой фильм, который вот недавно вышел, называется «Сказки для старых». Нет. Мне... Роман Михайлов, да? Да. Мне, если честно, очень сильно понравилось. Значит, ты старый получаешь. Не-не-не-не-не-не. Вы понимаете, вот новый фильм, он полукриминальный, вообще мне так понравилось. Мне моментами даже так было страшно. Посмотрите обязательно. Мне вот интересно. Очень-очень... Не получится обсуждение, к сожалению. Ну да, да, да. Не получится обсуждение, но мне так... Я вот сейчас вспомнил. С Эмилион Перрис нам проще был вообще язык найти. А давайте переключимся на старые песни о главном назад немножко. Я вот думал на днях... Помните, был такой русский проект? Серия рекламных роликов 95-го года. Как раз... Там, знаешь, там была где вот... Помаши рукой маме. Помаши рукой маме. Все у нас получится. Вот, вот, там не больше. Две женщины, которые... Да, да, она падает от инфаркта. Мордюкова и Римма Маркова, которые, значит, забивают костыли. Да, да, да. Такая социальная реклама, которую снимал режиссер Петр Луцик, насколько я помню. И там Никита Михалков с Машковым в космосе. Да, точно. Уберем до дождя. Конечно, уберем. И... Черт его знает. Вот мне почему-то кажется, что это было какое-то правильное направление. Я, наверное, тоже попаданец, да? Я тоже пытаюсь вернуться... Пытаюсь вернуться во времена русского проекта и развернуть стрелку. Вот до сих пор... Это вот как бы у культуры, у культуры как у таковой, есть очень простой инструмент проверки. Со временем контексты теряются. Да, вот, ну, например, мы вообще не понимаем приколов там Алисы в Стране Чудес. Потому что там такой политический юмор, такая сатира, что нужно вот... Я натурально читал статью на 48 страниц, где просто разбирались вот какие-то образы. И говорилось, вот, а вот на самом деле эти, а вот эти вот эти... Вот. Типа у них журнал есть натурально посвященный Алисе в Стране Чудес. Кого он имел в виду под видом Шалтай-Болтай? Да, да, да. Вот. Нам гораздо интереснее, кстати, не Шалтай-Болтай, а вот именно второстепенные, типа эти, которыми надо было играть в крикет, вот это все. Вот. И очень есть простой тест. Вот сейчас ты берешь, включаешь, смотришь, и тебе нравится или нет. Школа Злословия не нравится. А вот этот русский проект или серия рекламов Банка Славянский, вот был такой, где, например, Машков читает стихотворение Блока на фоне, как я понимаю, заходящих в Афганистан войск. Вот. И вот там такие вещи, они все эти как бы появились примерно в одно время, Банк Империал, опять же, все, да, там, например, вот реклама про Конрада Великого, она меня до сих пор, каждый раз я ее смотрю, думаю, блин, про вот женщин, когда открылись ворота, которые несли своих мужей, ты такой, я не могу, слезы подступают, как круто. Вот. Это все работает. И мне тоже кажется, что вот это была попытка чего-то переосмысления, создания нового, нового, нового типа культуры. И во многом, потом, вот, может быть, старые песни о главном просто это развернули, и новый тип культуры стал появляться сильно позже. Вот в нулевые он точно стал появляться. Опять же, афиша в этом принимала непосредственное участие. В десятый он сформировался, да, то есть в какой-то момент мы оказались в странной ситуации, что существует натурально два там не пересекающихся каких-то мира. Здесь у нас по-прежнему, по-прежнему старая, советская, вот там, все те же самые люди. Как раз, у меня один знакомый говорил, если, говорит, включить этот случайно голубой огонек из 92-го года, подумаешь, да, что-то как-то плохо снято, и наши как-то постарели, потому что они все так. Всегда, да. И при этом есть какая-то своя культура, вот типа какие-нибудь подкасты люди записывают, да, вот сейчас. Вот. И это все казалось непересекающимся. А вот там был момент, когда бы это все могло получиться каким-то цельным, единым. Я в этом смысле, кстати, согласен, что непонятно, как это могло произойти, волевое ли должно было быть решение, нужно ли было вводить полицию постмодерна там или что-то. Полиция постмодерна. Ну вот, «Русский проект», это же тоже было про обращение с советским прошлым, потому что актеры там узнаваемые из советского кино и Муртюкова, и Зиновий Герт, и Олег Ефремов и так далее, и так далее. Вот. И мотивы ситуации, они тоже как бы из советского прошлого. При этом это все происходит в, как бы, понятно, что это происходит сейчас, там, в 95-м году в современности. И пафос этих роликов был в том, что мы берем, действительно, там, все изменилось, страна называется по-другому, но мы берем оттуда все самое главное и продолжаем это. А что самое главное в логике русского проекта? Это какие-то простые человеческие гуманистические вещи. Это то, что солдат, который стоит у мавзолея Ленина, не то, что он там должен защищать честь держава, а то, что он может помахать рукой маме. То, что там, ветеран-фронтовик, который едет там в метро или в троллейбусе, то, что его, как бы, его помнят, его не забыли, ему там, готовы помочь в любой момент. То, что даже эти женщины, несчастные, которые там забивают костыли на железной дороге, они там ругаются, понятно, что они несчастные, измут, и в них просыпается чего-то человеческое, да, они там мирятся и начинают друг другу помогать. То, что мы берем из советского времени, это сострадание, сочувствие, взаимопомощь, это вот какие-то простые гуманистические человеческие вещи. Вот, и это был какой-то очень правильный посыл, потому что, да, ну, как бы, сказать 150 миллионам, как бы, ребята, вы прожили свою жизнь зря, это была ошибка, вы были орками, вы были на стороне зла, и вы были частью империи зла, все это полностью перечеркнуто. Ну, как бы, не самый продуктивный подход, а вот здесь был, хотя вот, это именно то, что, наверное, многими людьми в тот момент переживалось, а вот здесь был какой-то выход из этого, как бы выход из этой травмы не через там возрождение величия или чувство причастности к какой-то великой силе, которая всех может поубивать, там, поставить на колени и так далее, так далее, а через вот возьмем оттуда вот доброе человеческое какое-то начало, способность как бы сочувствовать и помогать друг другу. очень был крутой момент. И вот причем сейчас вспоминаю именно вот эту серию, где с Ноной Мордюком, она еще и сыграна очень хорошо, и ты помнишь, да, там плохо и стало. Да, плохо и стало. Говорит, говорит, да, да, это действительно было. Интересно. Кстати, не помню, что это был, это социальный проект, да? Да, социальная реклама. Они просто типа про это писали же какое-то время назад, что просто, ну... Ну, понятно было, что люди в не очень хорошем состоянии, всем плохо, там, зарплату не платят, там, выборы скоро. Ну вот, кстати, а в статье вы пишете, что уже в конце 2000-х человеческое в литературе, в искусстве отходит на второе. Нет, 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 я тут не стал бы обобщать, я пишу просто про какую-то часть, которая попалась мне на глаза. Да, 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 и типа все, теперь сверхчеловеческое, то есть преодоление, человеческого и стать сверхчеловеческим, это... Ну да, гигантизм такой немножко. Я, кстати, когда читал, подумал, что, ну, это же мы, по крайней мере, для меня, это понятно, что это началось у Солженицына, что идея, вот, один день Ивана Денисовича, который входит в школьную программу, как мы выяснили, что все, что входит в школьную программу... Архипелаг входит. Нет, слушайте, сейчас мы запутаемся. Входит сокращенно архипелаг ГУЛАГ и не в школьную программу, а в список рекомендованных книг для одиннадцатого класса, которых, шепотом скажу, на самом деле никто не читает, потому что все готовятся к ЕГЭ. Пока нас не услышали... Понял. Да. Ну, вообще, некоторое количество школьников прочитало... Все уже, типа... Один день Ивана Денисовича. Да, и там же есть вот эта история про преодоление, про то, что человек остается человеком, что вот он вот даже в таких тяжелых условиях преодолевает, очищается. Но так получилось, что я читал этот рассказ после Шаламова. Шаламова. А Шаламов, конечно, был... У него немножко был другой опыт в взаимодействии с системой. У него был принципиально другой опыт и другой подход к этому. Конечно. Он говорил, что лагеря – это абсолютное зло, где ничто человеческое выжить не может. Конечно. И вот как бы его обоснование, как человека, проведшего там даже не десять лет, а десятилетия, оно, конечно, выглядит осмысленным. И это интересный вопрос, который вот это сверхчеловеческое, когда появляется, и вот возникает вот очень простая идея, что мы должны идти к Богу через страдания, потому что страдания, они, значит, очищают душу, мы должны мучиться, страдать, и тем самым мы как бы выходим на новый уровень, на новый уровень бытия. И тот, кто не страдает, на этот уровень не выходит, а кто страдает, выходит. И дальше начинается история про то, что нам нужен какой-то комбинат страдания, ну, какое-то некое место желательно, вот, куда ты заезжаешь, пострадал, выехал новым человеком, или не выехал вообще. И в качестве этого комбината страдания, то есть место по производству очищенных душ, она выступает то тюрьма, почему я вспомнил Суженицына, то война. Идея, что вот мы туда пришли, и вот она такая, типа, очищающая, там, возвышенная, и все так далее. Где ты видишь эту идею? Ну, например, у Прилепина, что у него, типа... Ну, вот, например, в обители это есть, и это, конечно, там не написано, не сообщается открытым текстом, конечно. Но какой-то общий пафос, общая картина этого всего, да, что это наш путь к святости, вот он такой, это... это Соловки, это... У меня по этому поводу есть одна идея. Но это... это скорее исключение, чем правило, по-моему. Ну, потому что, как бы, идея очищения через страдания, она, понятно, что она не, там, не Захар Прилепина, ее поведу, она христианская. Вот, и она связана с, конечно, страстями и муками христовыми. Вот, и если кто, как бы, и выступил ее главным, так сказать, адептом и, так сказать, голосом в русской литературе, это, конечно, Педор Михайлович, который, ну, в силу биографии своей, оказавшись... В такой ситуации. ...сначала, да, на плацу, где инсценировали смертную казнь над петрашевцами, а потом в остроге, а потом в солдатах, он, конечно, примерил на себя вот эту... этот сюжет, эту матрицу, как бы, страдания, которые очищают и приближают тебя к Богу. Вот, и я думаю, он искренне, как бы, верил и осознавал, что вот те грехи, ошибки, там, какие-то неправильности молодости, они этим десятилетним сроком искуплены или искуплены. И тема очищения через страдания, она у него чаще всего звучит. Не у Толстого, не у Чехова, не у Пушкина, боже упаси, а это вот Достоевский как таковой. Но я говорю не про очищение через страдания как идею. Я говорю о том, во что она превратилась в современную интерпретацию. Я когда слово комбинат говорил в ироничном ключе, именно в этом, потому что страдание персонажей Достоевского, оно все-таки носит какой-то духовный характер. А тут подразумевается идея упрощенная. Вот как вместо того, чтобы готовить еду, можно пойти пожрать в Макдональдс, так и здесь. Вместо того, чтобы долго копаться в своей душе, искать, находить, типа, я не знаю, молиться, надо просто поехать в комбинат страдания, там ты быстро очистишься или умрешь. Очистишься и выйдешь к очищенному буквально пару лет, пару лет, пять лет, пять лет, пять лет. Вместо там десятилетий поиска себя, ну там, раньше люди в пустыню уходили, чтобы с Богом разговаривать, а тут там все быстро сделал, все вышел, там такой обновленный, хороший. Вот что меня больше всего во всем этом удивляет, это первое. А второе, это вот совершенно фантастическая идея, ну как бы проблема с страстями Христовыми состоит в том, что Христос в Библии безгрешен и страдает он за наши грехи. И поэтому все его страдания это страдания за наши грехи. Теперь люди в массе своей долбоебы и половину страданий как минимум они причиняют себе сами. То есть это вообще не Господь тебе посылал вот эту идею, типа, нажраться пьяным и вылезти в окно второго этажа, да? Это нет такого, что ты упал, сломал себе ногу, да, и такой испытание мне посылают. Нет, нет, ты был пьяный, ты вывалился, сломал ногу. И вот то, что в России путают травму со страданием и в любой травме усматривают педагогический эффект, такой, назовем его так, да, что это вот не так все просто, Андрей, что это вот все вот куда-то нас ведет. Нет, не ведет массе своей. Слушай, ну я не вижу, честно говоря, этой идеи. А кто говорит, идите туда-то, туда-то и очистите через страдания? Через войну? Легко. Мне кажется, тут немножко как бы другие акценты. мы дадим тебе смысл. Вот ты жил непонятно зачем, да, как Путин говорит, там, умер бы от водки или там в автокатастрофе и ничего под тебя не осталось. Вот ты жил непонятно зачем. Скорее всего, без каких-либо особенных перспектив. Ну чего, ну купил там макарон, да, сварил и съел, потом купил другую пачку, а дальше-то что? Ну в танчики поиграл, потом еще в танчики поиграл. А тут, как бы мы даем тебе не очищение, не страдание, мы даем тебе смысл. Ты начинаешь понимать зачем все это было. Вот Родина, она тебя позвала и в этом и есть твоя миссия ответить на ее зов. Я просто читаю среди прочего этого, который главред Царьграда, ну который из сериала Кадетство. Один, понял, понял. Который сильно ударился в православие. Корчевников? Да, Корчевников. Вот. И есть он, типа какой-то набор телеграм-каналов, которые вот про это постоянно пишут. Они пишут ровно в этом ключе. И их рассуждение, я вижу, это такая вот примитивизация, вот, ну да, началось с Достоевского, а закончилось вот в их виде. Именно так. Вот они вот так рассуждают. Ну, наверное, есть какой-то извод православной публицистикой, я просто с ним не очень знаком, которые поворачивают все таким образом. Наверное. Вот. Но... А чего нота? Ну да. Просто. Вот еще одно мнение просто. Просто еще одно мнение. Нет добра-зла, все кругом релятивизм. Просто еще одно мнение. Мне-то кажется, что вот этот месседж, как бы, сейчас мы дадим тебе, ну, вот, главную миссию, объясняющую, зачем ты жил на свете, это гораздо более сильная вещь. Может быть. Я, кстати, согласен. Я-то просто... Меня вот эта идея о том, что люди часто путают травму и испытания, да, и причем у меня эта идея, как ни странно, в свое время имела отношение просто к преподаванию математики. Преподавание математики для людей, кому ты их преподаваешь, довольно травмирующее занятие. То есть большую часть времени они нихера не понимают. Но это их очищает? Нет. Нет? Нет. Нет, не очищает, ты просто... Становится ближе к истине. Да, ближе к истине. Ты просто что-то не понимаешь, потом ты думаешь про это, и потом ты это понимаешь. И дальше этот процесс повторяется. Ты опять не понимаешь, думаешь, и понимаешь. И более того, занятие математики так и выглядит. У меня есть статья, например, я ее прочитал, вообще нихера не понял. Прочитал ее через год, понял. Еще через год, все понятно, что я не понимал два года назад. И этот путь постоянного интеллектуального преодоления это естественный путь математики. Но это травмирующий путь, потому что ты регулярно думаешь, ну я тупой. Ну вот эту статью человек писал, ее лицензировали, на нее ссылок стоит миллион. Все ее понимают, я ее не понимаю. Ну значит, я дурак. Как бы вот эта травма, она к испытанию особого отношения не имеет. Я пытаюсь понять эту статью, потому что в этом, это моя какая-то задача, я там это делаю. Да, какой-то интеллектуальный вызов. Да, мне это нужно для каких-то своих соображений. А как бы это не Господь мне послал эту статью со словами, вот Андрей, ну пострадай. И вот дальше развивая эту мысль, мы приходим к тому, что вот ты сталкиваешься с историей, когда вот люди там пережили некий травмирующий опыт, дальше начинают использовать его, да, для вещания на остальных людей, рассказывая им о том, как правильно жить, потому что вот они жили неправильно, но благодаря этому травмирующему опыту что-то узнали или про себя поняли. А этот травмирующий опыт был просто следствием их ошибок и вообще говоря не является чем-то данным свыше. Да мы в твое время... Конечно, 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 да мы в твое время... Да нас, родители, за такое... Постоянные отсылки к прошлому. Да, это то же самое. Тебе говорят, да нас били. И ты такой, ну класс, а меня нет. Ну типа, из этого мы делаем, а я типа, а ей своих не бью. Ну типа, какой мы из этого делаем вывод? Ну никакого ты не сделаешь вывода. И уж тем более ты не можешь типа делать из этого... Нет-нет, мы делаем из этого какой-то вывод. Мы делаем... Вот человек, который так говорит, конечно, делает из этого вывод, что я... Не то, что я очистился через страдания, а они меня закалили. Я более стойкий, я более жизнеспособный, я более ударопрочный. И... Ведь всем же известно, что лучший способ укрепить стену, это хуярить ее кувалдой. Как вам такая мудрость? Как у этого? У Талеба книжка антифриджайл. Вот я более, так сказать, антифриджайл. Я не разобьюсь от первого же дуновения ветра. Вот. И вам, подрастающему поколению, повезло. Это... Я не от себя говорю, я пытаюсь реконструировать эту логику. Вам повезло, вы живете тут в комфорте, вам там продукты Яндекс.Лавка приносит, и мультфильмы Netflix показывал. Вот. И вообще все у вас замечательно, да? Но надо как-то готовиться к испытаниям. Вот, по-моему, пафос такой. Не про... Не про страдания, которые Бог послал, а про... Черт его знает. Нет? Нет? Я полностью со всем согласен, что вы говорите. Спасибо огромное, Юрий. Я вообще забыл, каково это здесь сидеть и слушать невероятные разговоры, которые бы я нигде не услышал. Спасибо огромное. Спасибо. Вы придете к нам еще раз? Да, с радостью. Нет, себя. Вас очень здорово, спасибо. Мы будем говорить тогда в следующий раз про фильмы. Про музыку. И музыку. Фильм можем? Запросто. Давайте. Супер. Спасибо вам огромное. Спасибо. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok